Привет! Меня зовут Женя. Я хочу прочитать тебе книгу, которая называется Камчатка. Написал ее Павел Калмыков. Полуостров Камчатка формой похож на рыбу. Ее хвост лежит на восточном краю России, волны холодных морей омывают бока. Камчатские горы-вулканы круглый год белеют снегами и дышат паром. Как-то на Камчатке стояло пасмурное лето, одуванчики почти не раскрывались, люди ходили съеженные и озабоченные. Завтра снова будет дождь и туман, грустно обещала радио. Прилетали самолеты, привозили из отпуска загорелых счастливчиков. Здравствуй, Камчатка, здравствуй, родная! А мы были на юге. Там солнце, солнце, там море теплее, чем утренняя постель. Ох, мы фруктов с дерева наелись, дынями объелись. Где-то юг вздыхала про себя Камчатка, а у меня скоро осень. Эх, было время, целые материки двигались, а я с моими-то вулканами, похожая на рыбу, да неужели не смогу? И в ночь с пятница на субботу Камчатка тихо-тихо отделилась от материка и, вильнув хвостом, поплыла на юг, в Тихий океан. В это самое время малый рыболовецкий сейнер Стремительный вынимал из воды последние центнеры рыбы. Трюмы были полны, и капитан Петров взял курс домой, на Камчатку. Но Камчатке не оказалось на месте. Всю ночь сейнер наугад блуждал в тумане, а на рассвете наткнулся на остров Хоккайдо. Коничева, японцы, крикнул капитан Петров. Камчатку не видели? Да-да, как же, ответили японцы. Камчатка была, но отправилась далее и поплыла, очевидно, в Австралию. Винты вспенили в воду и стремительный помчался в Австралию. Утром в субботу камчедалы просыпались, с непривычки жмурились. Ура, солнце выглянуло и спешили на берег загорать. А мимо берега мчались лазурные моря, проносились острова с пальмами, небоскребами и золотистыми от загорающих богачей пляжами. Тропический воздух оливал Камчатку, на вулканах стали подтаивать снега, с городских крыш капала смола. Камчедалы жевали диковинные фрукты, гуаву, маракую. Это смелые мальчишки успевали сплавать с авоськой на калимантан и обратно. Все купались, играли в волейбол, катались на дельфинах. Только начальство потело в галстуках и пыталось связаться с Москвой. Наконец, Москва отозвалась и сказала, никакой паники, ситуация под контролем, меры принимаются. В три часа дня Камчатка, салютуя вулканами, подошла к австралийскому берегу. Стайка одурела от жары камчатских медведей, бросилась вглубь материка, распугивая кенгуру и страусов. А люди, австралийцы и камчедалы, радуясь, что исчезли границы и расстояния, сжали друг другу руки, обнимались и целовались. Там и всем интернациональной компанией распевали «Катюшу» и «Мани-Мани». Коллекционеры менялись марками и юбилейными монетами, над Авачинской бухтой сверкали брызги, слышался многоязыкий смех и визг. А Камчатка улыбалась про себя, то ли еще впереди. Дав предупредительный взрыв вулканам Шевелуч, она отвалила от зеленого континента. В этот момент на австралийском берегу остановилась машина. Оттуда вылез председатель общества австрала-российской дружбы и закричал, размахивая флажком. «Just you wait! Подождите!» Но было поздно. Рассекая воду мысом лопатка, наш полуостров уносился в сторону Африки. Настала южная ночь. На Камчатке спали разве только грудные дети. Море дышало, море светилось, огромные звезды сияли, как дыры в ночи. Все девушки в ту ночь повлюблялись, а которые уже были влюблены, полюбили еще сильнее. Старушки делали на крыше гимнастику. Синоптики составляли прогноз. Погода в воскресенье будет чудесной. К утру малый рыболовецкий сейнер стремительный с гребнем брызг затормозил у Мадагаскара. «Ау, малогасийцы!» – прокричал в рупор капитан Петров. «Камчатка не проплывала?» – «Недавно была, но скрылась из виду и поплыла час назад в Антарктиду». «Курс зюит!» – скомандовал Петров. «Не дадим пропасть улову ценных промысловых рыб». Два дня блудный полуостров носился по океанам. На Мальвинских островах помог синему киту сняться смели, распугал пиратскую флотилию в Карибском море, передал президенту Венесуэлы привет из России и оленьи рога на стену. В Северной Атлантике за Камчаткой увязался авианосец Эндуэй. С прибрежных сопок на него свистели мальчишки и стреляли из рогаток. Когда в адмиральской каюте высадили стекло, авианосец не выдержал и отстал. Камчатка хотела вернуться домой к началу рабочей недели, но вдруг застряла в Беринговом проливе. Камчадалы все как один вышли на воскресник и уперлись руками в стесняющие берега. Жители Чукотки и Аляски помогали изо всех сил. Два континента содрогались в землетрясениях и все без толку. Но вот подоспел героический сейнер стремительный. Присоединился к общим усилиям и ура! Словно пробка Камчатка выскочила из пролива в Берингово море. Криками ликования огласился Дальний Восток. А потом Камчатка аккуратно вползла под шапку облаков на свое место и как будто никуда не уплывала. Усталая заснула. Блаженно вытянулись в постелях усталые Камчадалы. Малый раболовецкий сейнер стремительный, уткнулся носом в теплый Камчатский берег. И тоже заснул. А мир шумел сенсациями. Австралийцы изловили беглых русских медведей и выслали на родину круизным лайнером. Адмирал-савианосца Эндуэй подал в отставку и стал бороться за мир. Сантехник Семенович отстал от полуострова в Антарктических водах, но проявив чудеса стойкости, добрался до полярной станции Восток. Животный мир Камчатки пополнился еще одним видом. В долине гейзеров пригрелось семейство аллигаторов. Иностранные военные разведки задумались над непостижимым русским секретом. А это и не секрет. Просто люди нежно любят свою Камчатку. А Камчатка любит своих людей. И Камчатка это не какой-то кусок суши, не мертвая стратегическая территория, а Камчатка.